О, здорово, ребяти! Здорово всем! Тут, короче, такая ситуация, что спекаюсь я в фаер-мага и обнаружил то, что его апнули. Ну, нигде это не написано, но апнули его, ребятушки, очень-очень-очень хорошо. Поэтому записываем гайд, не моргайте, хватайте ручки с листочки, присаживайтесь поудобнее, чаёку хватайте, мы начинаем. Давайте начнём с расы. Если у вас новый чар, то в идеале сделать гоблина. Это у Орды. Ну, а в идеале вам нужны союзные расы, вам нужно делать дворфов чёрного железа или же озарённых дренеев. Также можно рассмотреть как эрыдары и зандалары. Но скажу точно, что двор в чёрного железа для вас будет просто идеальный вариант. Ну, напоминаю, если у вас новый персонаж нет, то у вас союзная раса, так сказать, да, просто-напросто берёте гоблина. В следующем мы разберём, что нам нужно выбирать в талантах и в символах. Кто-то играет через посладника разума в троечку, но и при этом жертвует искусные чары, но и при этом вы будете срывать агро максимально часто, да, так сказать. Поэтому делайте такой билл, какой у вас сейчас на экране и кайфуете. Ну, а в символах вам нужно выбрать большие символы. Символ живой бомбы, раскалённый доспех и символ ожога. Следующее мы разберём характеристики. В фаер-магу в идеале нужно именно без рейдов бафа, да, а именно это с раскалённым доспехом и с чародейским интеллектом 45 крита. Хасты вам нужно минимум 700 и в идеале 1100. СПД, ну, разумеется, чем больше, тем лучше. Что касается камней, ребятушки, все камушки вам нужно тыкать плюс к СПД, но, но, тут такой есть немаловажный момент. Если у вас идёт недокап меткости, вставляйте камушки с меткостью. Если у вас недокап хасты, вставляйте камушки с СПД, очень важно, и хастой. То есть, чего вам не хватает, допустим, вот, допустим, вам нужно СПД, вы вставили вот эти вот камушки на СПД, но смотрите, у вас мало, допустим, меткости. Берёте камушки, вставляете на меткость и эскалируете свою меткость. Добираете, так сказать, свою меткость. В данном случае, так же, как и с хастой. Чуть-чуть не хватает хасты, да, можно поставить камушки на хасту. Но и при этом немаловажно, вот так же можно побаловаться с камушками, опять же, это на дух, так сказать. Не стоит забывать то, что раскаленный доспех нам повышает крит от духа, что не баловажно. То когда, допустим, вот я без раскаленного доспеха, у меня крита показывает 30,5. Когда я его нажимаю, у меня, так как есть вещи с духом, у меня крита становится 37. Так что, ребятушки, не стоит это также забывать. А по поводу чарок, чарочки вы вставляете, опять же, в идеале с инженерного дела, это плюс скорость на кисти, это которая вы нажимаете, их раз 45 секунд, у вас повышается хаста на 340 на 12 секунд. Что касается ног, вам нужно, опять же, это СПД дух, кольца, разумеется, это чарочки у вас идут СПД, на запястье идут у вас чарочки плюс к СПД, на грудь вы ставите плюс ко всем характеристикам, на плащ этого спортняжного дела, светотканная вышивка. А на плечи вы вставляете также СПД плюс крит, и на голову вы вставляете плюс 30 к силе заклинаний, 20 к критическому удару. В следующем мы разберем, какие все-таки вещи одевать на фаермага. То есть вещи вы собираете с интеллектом, ребятушки. Что касается духа, вам кучу духа нужно уже в Т6 шмоте. Но напомню, что Т6 шмот есть на Х2, на Х4 и на Х5 их еще нет. Поэтому собирайте вещи, грубо говоря, если вы играли в аркане, можете просто-напросто спекнуться в фаера и там уже добрать определенные вещи, что очень сильно роляет, это аксессуары. В идеале аксессуары вам нужен первый, это талисман безымянного, личак. Вот так же ж еще неплохо себя показывает, это власть мертвых. Ну, конечно же, вам в идеале нужно 258, именно там у вас будет больше наноситься от огненного столба, точнее от птенки, урон. То есть у меня 245, но если у вас даже пускай 245, одевайте и не мучайтесь. Но напомню, то что в идеале было бы 258. Следующий мы разберем, наверное, немаловажно, это как что выбирать нам в профессиях. В идеале это, конечно же, у вас ювелирное дело. Для чего берется ювелирное дело, вы можете вставить такие прекрасные камушки, плюс 69 к СПД, или же 60 к риту, это, в принципе, на свой выбор, смотря чего у вас не хватает. Вот, то есть на аукционе вы такие камушки не купите. Запомните то, что такие камушки можете в одну всего 3. Дальше, в партняжном деле, опять же, вот это стоит разобрать, что через партняжное дело вы себе делаете чарочку на спину. То есть вторая профа, это у нас идет именно партняжное дело. Третья идет у нас инженерное дело, потому что мы делаем вот эту вот чарочку на кисти, которая повышается у нас скорость, да, то есть вот эта нам чарочка обязательно нужна. И также чарочку на сапоги, которая повышает скорость бега на 5 секунд, то есть где-то на перифазах, реге, да, где вам... Ну, если у вас есть пятый уровень лояльности, четвертая профа, если у вас есть випка, вам в идеале это нужно кузнечное дело, вам позволит сделать два дополнительных камня. Точнее, два сокета под камни, а это кисти рук и это запястье. Так что запомнили, это ювелирное дело, партняжное дело, инженерное дело и кузнечное дело. Что касается усилений, я играю лично на Х4, но на Х5 и на Х2 есть такая нововведение от Сирус, это категория. Вы вставляете, точнее все усиления добавляете в силу заклинаний. Просто не думай, тыкайте в силу заклинаний, потому что магу нужно очень много силы заклинаний. Что касается зельев и потов еды и так далее, вам нужно масло, это иллюзорное масло маны, которое вы наносите на грудь, и у вас повышается СПД на час. И во время бурстов вы нажимаете зелье дикой магии. Но очень важный момент, что до боя, за 2 секунды до боя, вы нажимаете один раз, и у вас идет откат этого зелья. И когда вы вступаете в бой, у вас идет отсчет, через минуту оно вас опять восстановится. Но зелье дикой магии вам дает на 15 секунд плюс 200 к критическому эффекту от заклинаний и плюс 200 к СПД. Ну и также, что касается еды, лично я кушаю это лосось с дымком. Ну и переходим, наверное, на мой взгляд, к самому интересному, это у нас ротация. Какие же кнопочки все-таки нажимать, чтобы быть в топе ДПСа? Изначально мы кастуем это несколько ожогов. Кастуем ожоги и получаем воспламенение. И после этого мы нажимаем следующие бурсты. Это у нас идет возгорание, это у нас кисти, да, в которой у нас идет чарочка с инженерного дела. Это если вы гоблину даете ракетку, нажимаете иллюзии и погнали, в принципе, крутить циферки. Как таковой ротации у фаермага, в принципе, нету. Самое главное, вы кастуете в ожоге. После этого, когда получили в вас пламенение, вы нажимаете бурсты. Но не стоит забывать, у вас такая интересная штука есть, путь огня. Когда у вас идет вот этот вот прок, у вас идет мгновенный каст огненной глыбы. Это у вас в приоритете. В соло цели вы отдаете это в приоритете. То есть, когда вы кастуете, вот даже на примере, я кастую ожог, да, и ждете, когда прокнет. Вот, оно у нас прокнуло. Нажимаете огненную глыбу. То есть, опять у нас прокнуло, отдаете огненную глыбу. То есть, вот это у вас в приоритете. Это идет у вас, в принципе, основной урон. Ну, а что это, как это выглядит на самом деле, смотрите и не моргайте. Продолжение следует... Ну а касаемо АОЕ ротации, на мой взгляд, фаермак это просто, наверное, бог в АОЕ именно, потому что у него от Т4 шмоток есть такая штука, как метеор. Когда вы кастуете огненный столб, вы это применяете в АОЕ и в соло цель, у вас будут бешеные цифры. Как это выглядит, смотрите на экраны, не моргайте. Просто кастуете ожоги, отдаете огненный столб, нажимаете бурсты и погнали также по проку. Не стоит забывать то, что живую бомбу также стоит накидывать, и у вас получаются вот такие вон циферки. Когда вы отдаёте там в 3 цели, там буквально там по 20 тысяч ДПС, я считаю это прям максимально великолепно. Цифры у вас, конечно, не могут не радовать. Поэтому, я думаю, стоит это видео взять и поддержать лайком за старания, и тем самым проки у вас идут очень такие сумасшедшие, я бы сказал, и цифры не могут, конечно же, не радовать. Что касаемо макросов, я пользуюсь, наверное, самым таким вот одним, это, да, так сказать, необходимым. Это у меня макрос состоит, когда нажимаю одну кнопку, это у меня нажимается возгорание, идут, ну точнее активируются копии, реактивный снаряд, перчатки, алдоров и зелень. Но зелень на самом деле это ситуативно, лучше его забить на какую-то отдельную кнопку, потому что бы его нажимали до боя, и потом, когда у вас в бою откатиться, с брустами нажать повторно. Ну, также еще у меня есть на глыбу, да, опять же, когда вы заходите в глыбу, мало ли, какой-то урона, чтобы не снимать, у вас бав мышкой, вы просто одним макросом снимаете. То есть, буквально это у вас занимает полсекундочки. Также же еще у вас, точнее, у меня есть макрос на инвиз, когда нужно уйти в инвиз, да, допустим, вам также, чтобы не снимать, вы также выходите одной кнопкой с инвиза, что довольно-таки удобно, я считаю. Вот такие вот у меня макросы, да, такие не особо серьезные, замысловатые, в принципе, простенькие и удобные. Все макросы, ребят, если что, будут в описании. Ну, а если тебе понравилось видео, ставь палец вверх, подписывайся и, конечно же, нажимай на колокольчик. Вот не игнори это, вот сделай это, очень важно. Ну и залетай на стримы, я играю на стримах на фаермаге и показываю, то есть, высочайший скил, так сказать. Так что, если интересно, залетай в 7 часов вечера по МСК, каждый день на стримы и смотри, как я показываю цифры, как нужно играть за фаермагой, можешь задать мне любой интересующий тебя вопрос. Ну, а это все, всем спасибо за внимание, всех обнял и покедово.